Всем привет, друзья! С вами Ксюша, вы на канале Ангелов Рине. Сегодня супер важная тема. Я как психолог сейчас буду лишаться потенциальных клиентов, но на самом деле это тема, которую важно знать каждому. Основа наших ресурсных состояний – это гормональный баланс. И мы все знаем про гормоны счастья. Эти темы, они витают в воздухе, да, в информационном пространстве. Но что это? И с чем его едят? И как их получить? И как влиять на свои гормоны радости для того, чтобы постоянно пребывать в ресурсном состоянии? Я вам сегодня об этом расскажу. Сразу делаем пометку на полях. Мы говорим о людях обычных, у которых нет какого-то специфического диагноза, у которых нет, разумеется, затяжных депрессий и так далее, нет морфологических нарушений, травм головного мозга и так далее. То есть вот мы обычные люди, которые периодически ловят жесткий сплин, делать ничего не хочу, я работать не могу, вокруг меня одни придурки, и как мне с этим жить и бороться? И потом это состояние, оно либо может затягиваться, либо раз как-то из него сама вышла. Но как сделать так, чтобы сократить количество вот этих нересурсных состояний? Да, сейчас мы все простыми словами, я обещаю вас не грузить, я обещаю объяснить так, чтобы вы поняли один раз и навсегда. А что это вообще за ресурсное состояние, к которому мы тут собрались стремиться? Оно нам вообще зачем? На самом деле ресурсное состояние – это те периоды жизни, когда вы максимально активны, когда вы сворачиваете горы, вам море по колено, вы успешны, вы удачливы. И такое ощущение, что «а мне все помогает, вот мне прям все благоволит, все складывается наилучшим образом». Но на самом деле тут вопрос не во внешних обстоятельствах, вопрос конкретно в вас. По сути, гормоны – это топливо. Да, вот мы такая условная машина, и если нет гормонального баланса, мы будем говорить про три основных аспекта – дофамин, эндорфин, тертанин. То машина наша не едет, и вроде бы все хорошо, как пел Виктор Цой, и вроде бы жить не ту жить, но откуда взялась печаль. Вот оттуда она и берется. Мы сегодня будем с вами обсуждать, как получать это топливо постоянно, как научить себя входить в это ресурсное состояние. Мы сейчас с вами не про медитации, не про соединение с космосом и прочую антинаучную лабуду, мы говорим про конкретно ваше тело, которое синтезирует в любом случае гормоны, при условной норме, о которой мы оговорились вначале. В нашем организме есть определенный набор гормонов и медиаторов, которые отвечают за наше состояние, в том числе и эмоциональное. Мы сегодня об этом говорим. И, по сути, это такой наш внутренний допинг, к которому мы можем прибегать в необходимых для нас ситуациях. Для этого нам, собственно, эти гормоны нужны. Все в нашем теле служит для выживаемости и продолжения. Продолжение не в философском плане, мое продолжение, а все очень по бытовому, передача генетической информации. Так вот, синтетические наркотики, например, это, в принципе, то же самое. Это аналоги наших с вами гормонов. Первый гормон, о котором мы поговорим, дофамин, который, к слову, работает как кокаин. Точка в точку. Так вот, классический пример дофаминового состояния, это состояние влюбленности, когда бабочки в животе, когда ничего не вижу, кроме объекта своего обожания. И, знаете, все так сразу красиво. И вот вроде всегда проходило, асфальт разбит, помойка, автобус уехал, а вот сегодня все не так. И даже трещинки на асфальте, они как будто складываются в его портрет. И вот все великолепно. И даже бомж, который на мусорке, когда я мимо него проходил, сказал мне, мадемуазель, даже он мне как-то поднял настроение. И вот все складывается великолепно, и все здорово. А в чем дело? Ничего вокруг не поменялось. Поменялось внутреннее состояние. Дофамин. Это, конечно, сказочное чувство. Думаю, многие его переживали. Вот эти ощущения, и мы все к ним стремимся. Потому что настолько это приятно, что хочется все время находиться в этом дофаминовом экстазе. Дофамин – это такое поощрение от нашего организма. Ты сделал что-то правильно, тебе это нужно, и я тебя за это вознагражу. Пример. Жара, вам плохо, вы потеете, теряете влагу, и вдруг видите, ну, какой-то там, не знаю, бочку с квасом. Нет, плохой пример, вредно, не пейте это. Магазин с водой. Хороший, прохладный, значит, питьевой. Вы заходите в этот магазин, там работает кондиционер, и ваше тело охлаждается, и вам сразу становится гораздо лучше. Вот все как-то меняется. Вы покупаете бутылочку воды, выпиваете ее, вашему организму стало хорошо. То есть вы дали телу необходимую влагу, да, для поддержания гомеостаза и так далее, чтобы все процессы в организме хорошо происходили. И организм вас вознаградил. То есть какая связка начинает работать? То есть прохлада в жару хорошо, вода в жару хорошо, да, условно. Но не вода, а там этот магазин у вас фиксируется. Я здесь испытал что-то хорошее. Наш мозг так работает. И вот первое свидание с прекрасным, прекрасным, возможно, молодым человеком, и вы на этих эмоциях, вам все, вам и парк этот понравился, и то, что вы в минус 23 часа ходили, и круги наматывали, вам все нравится. Потому что дофамин отключает критическое мышление. В дофаминовом состоянии нет страха. Человек гораздо больше делает, чем думает. И именно в дофаминовом состоянии. И вы скажете, Ксюш, это может быть опасно. Ну, теоретически, да, может быть. Но при этом все ваши совершения жизненные, глобальные, делаются в дофаминовом состоянии. Нам нужно научиться в это дофаминовое состояние входить. Это очень-очень полезно. Ну, как пример. Мы все знаем, что надо делать, чтобы достичь какой-то определенной цели. Не знаю, что, похудеть. Да, мы все знаем. Так, значит, сокращаем колораж, увеличиваем подвижность и так далее, и так далее. Мы все знаем, что надо делать. Ну, почему мы тогда все не стройные, прекрасные, там, да, великолепные? Почему? Да потому что нет сил. Нет сил порой одежду выбрать. Я уже не говорю о том, чтобы там что-то предпринимать. Замечали вот в офисе, например, одна барышня приходит вся такая расфоференная, она вся накрашенная, она на шпильке с утра, вот она уже у нее, вот такое состояние. А другая, вот тут вот с дулькой на голове, и она искренне не понимает, откуда у первой вообще были силы встать раньше, что-то там делать, укладку какую-то, потому что она сама, вот она вот так вот, она не в состоянии, она вот не в том самом ресурсе, о котором все говорят. Давайте учиться входить в дофаминовое состояние. Дофамин вырабатывается не за обладание целью, а за шажочки к ее достижению. Это хорошо, это облегчает нам, в принципе, задачу. Дофамин вырабатывается, когда вы самосовершенствуетесь, чему-то учитесь, делаете пусть маленькие, но шаги в направлении к своей цели. И желательно, чтобы до первого шага, и так, к выполнению первого шага, проходило не больше 20 секунд, то есть сделать что-то, что я могу сделать прямо сейчас, для того, чтобы подстегнуть свой организм дофамином. Звучит как инфо-цыганский бред, но это не так. Это вот наша физиология, наш мозг работает так, и никак иначе. Есть определенная цепочка, да, с чего все начинается. У меня нет сил, я ничего не могу, у меня нет энергии. Следующий шаг – это апатия. Все, мне ничего вокруг не нравится, все вокруг сера, уныло, неинтересно. Вот жизнь такая у меня. Все. И эта апатия может приводить к депрессивным состояниям. И у нас два варианта. Когда мы оказались в этой апатии, да, в промежуточной точке, можно ждать, пока эта апатия пройдет. Есть ли вероятность, что она пройдет? Ну, да, наверное, есть. Но она может и не пройти. Либо затянуться на долгие годы. А это ваше время, это ваша жизнь, она проходит, вы могли чего-то достигать, вы могли жить лучшую версию своей жизни, но вот вы находитесь в этом состоянии. Поэтому нужно заставить мозг вырабатывать дофамин. Первое, что вы можете сделать для того, чтобы повысить уровень дофамина, это заняться саморазвитием. В какой сфере не имеет значения. Главное, чтобы можно было пощупать хоть какие-то результаты. Не в смысле тактильно, да, а чтобы это было осязаемо как-то, результаты вашего труда. Чтобы вы могли понять, что то, что вы делаете, оно не бесполезно, не бестолково лично для вас. Что это будет, не имеет значения. Главное, начать, и чтобы это было вам по душе, разумеется. Второй пункт, это достижение целей. Пускай маленькие, их малюсенькие победы, но они должны быть регулярно. Здесь может помочь планирование дня, когда вы пишете себе список из каких-то дел, задач, которые вы должны выполнить, и ставите галочки по мере их выполнения. Это очень важно, это очень терапевтично. Таким образом, вы говорите сами себе, я достиг этого, я это сделал, я это выполнил. И ваш организм благодарит вас, условно, дофамином. Планирование может быть не только на один день, а, допустим, на неделю. Может быть, вы знаете, психологи часто используют технику «молодец». Когда нужно каждый день что-то достигать, какую-то победу, какое-то действие завершать, и вы за это получаете условную буковку «М». И за неделю нужно собрать слово «молодец». То есть каждый день достигать чего бы то ни было зависит от того, какие изначальные цели вы ставили. Это очень важно, это тренирует наш мозг. Следующий пункт – это музыка. Причем музыка нужна драйвовая. 5-7 минут, пока вы готовите себе еду, если вы включили какой-то классный трек, от которого мурашечки бегут по телу, бедра идут в пляс и так далее, вы опять-таки повышаете себе уровень дофамина. Все медитации, какой-то там, знаете, соул, какая-то музыка, которая, ну, просто такая, знаете, успокаивающая, не подходит. Музыка нужна драйвовая. Если вы слушаете там панк-рок, какой-то металл, чудесно, чудесно. Пускай эта музыка вас взбодрит. Вы таким образом приучаете организм к выработке дофамина. Вообще воздействие извне на собственную нервную систему – это очень хорошо и очень правильно. Я, например, использую цвет. Есть видео, в которых я прям так и говорю. Я сижу, вот, допустим, в желтом пиджаке для того, чтобы поднять вам настроение. И себе в том числе. Сам факт съемки видео для меня – это та самая галочка, которую я поставлю себе. Я молодец. Я молодец. Я сегодня что-то сделала. А если я это еще видео смонтирую? О, а если я его еще выложу? Это же будет вообще нереально великолепно. Я буду хвалить, гладить себя по голове. Да, но не факт, что я это все сделаю за сегодня. Можно использовать ароматы, например, если у вас дома есть аромодиффузор или увлажнитель воздуха, в который можно добавлять аромамасла, то, например, масла цитрусовых, только не берите апельсин, он невкусно пахнет, лучше мандарин, они поднимают настроение. Если добавить еще капельку бергамота, то вообще великолепно. То же самое относится к парфюмам. Может быть, вы замечали, если смотрели другие мои видео, когда я описываю ароматы, я говорю, господи, да это запах счастья. И на самом деле есть ароматы, которые действительно в моем восприятии плотно связаны с какими-то ощущениями, воспоминаниями. И когда я их вдыхаю, я автоматически погружаю себя в состояние, ну, если не счастья, то такой приятной какой-то радости, комфорта. Думайте, что это для вас, и тоже используйте. Цвет, то есть визуальное восприятие, ароматы, обоняние и аудиальное восприятие музыка. Это очень важно. И это работает. Это очень просто. Как все гениальное, но это работает. Следующий пункт понравится немногим, но если вы правда хотите вытащить себя из эмоционального болота, это вам очень поможет. Контрастный душ. Вы замечали, что люди, которые занимаются моржеванием каким-то, что они прям вот такие заряженные, они прям восторженные. Люди, которые не один раз в год по синей лавочке там, да, ныряют в прорубь. Я не об этом говорю. Я говорю о людях, которые прям занимаются моржеванием. Они к моржеванию все приходят, да, в норме, через закалку тела. И все начинается с контрастного душа. Изначально мы можем просто ноги обдавать водой холоднее, чем та вода, которую вы использовали для всего тела. Это работает точно так же. Организм испытывает на секунду вот этот холод, условную угрозу. Потом организм понимает, что за этой угрозой ничего не последовало, все в порядке, мы в безопасности. И вырабатывается огромное количество дофамина в том числе. Контрастный. Душ работает. Это не про зарядку. Я вам не про здоровый образ жизни говорю. Я вам говорю, как приучить свой мозг вырабатывать нужные гормоны. Ну и, конечно, спортивные достижения. Причем йога, пилатес, это все не подходит. Это все действует как что-то успокаивающее, балансирующее. Нам не совсем это нужно. Если вы, например, бегаете, то здесь пробежать какой-то отрезок пути за кратчайшее время. Если вы таскаете тяжести, там, не знаю, гири и прочее, то поднять максимальный вес, например. То есть какое-то должно быть достижение. То есть не спорт, как монотонное занятие, а должен быть пик. Должно быть какое-то достижение. Ну, условно. Но не можете вы, не могли вы никогда дотянуться до пола, да, согнувшись пополам, пальчиками не доставали. А тут раз и достали. И даже это является достижением. Поэтому подумайте, что это могло бы быть для вас. Может быть, вы занимаетесь плаванием, проплыть там что-то за сколько-то там. Подумайте, что это может быть лично для вас. И ваш организм не останется в долгу. Он обязательно на это отреагирует. Конечно, есть легкие способы получения дофамина. Например, мастурбация. Или поедание жирного сладкого. И так далее. Но такие процессы... Да, вы очень быстро получили дофамин. Но, опять-таки, дофамин супербыстро израсходуется. И вы остались на том же месте, где и были. Есть даже мемы в интернете, что там, да, что чувствуют парни до мастурбации, что чувствуют после. И суть картинки такая, что после мастурбации мужчина начинает думать там, что я вообще делаю со своей жизнью и так далее. Это ярчайший пример. Да, вы обманули свой организм. Вы съели эту пироженку, которую на самом деле и не хотели. Да, она не такая уж вкусная была, этот крем масляный, эти розочки мерзкие. Но вы съели. И вы начинаете мучиться чувством вины. И вам еще хуже вообще, чем было. В еде нет счастья, в еде нет спасения, в еде нет успокоения. Это просто топливо для нашего организма. Поэтому нужно учиться получать дофамин безопасными и безвредными способами для самого себя. Наш следующий друг и товарищ – серотонин. Серотонин вырабатывается из трептофана. Триптофан мы получаем через пищу, да, сыр, бананы, горький шоколад, я думаю, все об этом знают. Но можно закидываться этим шоколадом и все равно не быть счастливым. А почему? А почему так работает? Давайте разбираться. Когда в организме снижен уровень серотонина, человек чувствует безысходность, кажется, что все глупо, все не имеет значения, ощущение бессмысленности, собственной какой-то ненужности и абсолютный упадок сил. Понятно, что в этом состоянии жить и как-то нормально функционировать невозможно. Поэтому задача поддерживать серотонин на должном уровне – это наша задача первостепенная. Серотонин отвечает за чувство собственной значимости. Я нужен, я важен. Как только снижается уровень серотонина, возникает гиперкритическое отношение к самому себе. И даже у человека возникает потребность в критике. Когда он идет, допустим, в те виды коммуникации, где знают, что ему там насуют полную панамку, но ему как будто этого даже надо. То есть не так плохо. Да ругайте меня до конца вообще. И человек действительно это чувствует. Кстати, перфекционизм нездоровый, он тоже идет от сниженного серотонина. Но проблема в том, что вот это вот ощущение, да, или выполнение задач с пометкой «профект» – это невозможно. Невозможно. И значит, мы не получаем тот серотонин, который хотели бы. Хотя кажется, если я выполню что-то, то будет. Нет. Скорее всего, человек придет к другому выводу. Если я не могу выполнить эту задачу, великолепно. И я не буду вообще ничего делать. Вообще не хочу ничего делать. И отсюда растут ножки у нашей прокрастинации. Чтобы повысить уровень серотонина, нам нужен здоровый, нормальный, качественный сон. Без него это невозможно. Спать нужно ложиться в период с 23 до часу. Не позже. Иначе это все вообще не имеет смысла. Для выработки серотонина нужен мелатонин. А мелатонин вырабатывается только в определенные часы. Вы свое тело не обманете. Знаете, вот как бывает, например, тусовка. Какая-то вечеринка. И на следующий день мучаешься от похмелья. Но похмелье один день не пройдет. Продукты распада не выведутся. Но тот серотонин, который ты недополучил условно в эту ночь, да, ты восполнять его будешь потом очень долго. И ощущения странные. Я тусил всю ночь. Мы что-то танцевали. А почему мне на следующий день так плохо? И мне плохо даже не физически, мне эмоционально плохо. Какое-то ощущение пустоты. Да что за... Что за... Вообще что происходит? На что я трачу свою жизнь? Например, так. А все дело в том, что мы просто пропустили вот эту выработку серотонина. Он просто не смог выработаться в нашем организме. Поэтому вот эти ваши тусовочки, они не только для печени вредны, но еще и для эмоционального состояния. Так, заметка на полях. Хочу, чтобы вы понимали. Я не против тусовок. Я вообще прям очень даже за. Просто если вы тусите пятницу, субботу и полвоскресенье, не ожидайте, что вся остальная неделя пройдет супер классный на подъеме. Не пройдет. Потому что на самом деле вы не отдыхали. Вы свое тело не обманете. Пункт, который никому не нравится, который кажется глупым и неработающим, но он такой эффективный. Введение дневника самого схваления. Давайте так его назовем. Это дневник, в который вы записываете все, что случилось великолепного. Я смогла встать сразу по будильнику. Я сегодня успела на автобус. И так далее, и так далее. В этом дневнике должно быть много записей. Пускай они будут маленькими. Я смогла не сорваться во время выполнения домашнего задания с ребенком. Не довела ребенка до слез. Уже супер мать. Много пунктов должно быть. Не один пункт за 5 лет я защитила докторскую диссертацию. Да ты, несомненно, умница. Только до этой диссертации ты столько всего. Ты сдавала какие-то минимумы. Ты писала статьи. И это все твои заслуги. Но если ты видишь только одну конечную цель, да, как вот наши несчастные дети, которые готовят к этому ЕГЭ, им кажется, что все, что они делают до ЕГЭ, это вообще не имеет смысла. Они как пушка с одним ядром, да, которое должно выстрелить только в день ЕГЭ. А все, что до этого ты делал, оно как будто бы обесценено. Но это неправильно. Мы очень много делаем за день, но не отмечаем это в самих себе. Причем это заслуги не какие-то там, да, допустим, материальные, а это могут быть эмоциональные. Какая-то ваша личная эмоциональная победа, например. Да даже сам факт начала введения дневника, самовосхваления, это уже хорошо. Следующий момент, который нужно пояснить, осознанное доминирование. Звучит очень странно, но сейчас вы поймете, о чем я говорю. Когда люди делают то, что мы хотим, это очень положительно влияет на выработку серотонина. Но я сейчас не говорю там о связывании и прочем. Хотя, если нравится, делайте все, что хотите по обоюдному согласию, Торик. Я говорю немножко о другом. Например, в компании очень часто приходят на ум шутки, да, вот они такие. Какие-то вот актуальные в моменте фразочки, шутки. И если вы пошутите и компания посмеется, вы совершили акт осознанного доминирования. Люди, компания сделали то, что вы хотели. Вы причинили кому-то вред? Нет. Вы пошутили, вы подняли всем настроение и себе в том числе. То есть я говорю о вот таких безопасных экологичных способах. Подумайте об этом. Очень часто мы, знаете, что-то придумали, родилась какая-то острота в голове, но мы ее не озвучиваем, потому что, ой, вдруг что-то ляпну не то. Нет, надо рисковать, нужно пробовать. Пропускайте все, да, через сито доброты, как говорится. Если вы не хотите этой фразой кого-то обидеть, принизить, там, как-то уязвить, значит, вполне эта шутка имеет место быть. Например, так, вообще юмор, он спасает. Юмор, смех. Вот это ощущение, не обязательно хохотать в голос, но, например, вот я, как, знаете, смотрю стендапы с каменным лицом. Я вообще, я смеюсь где-то внутри, у меня очень поднимается настроение. Но внешне вы не поймете, что я там слушаю себя в наушниках, когда еду где-то в транспорте. А я могу слушать просто невероятно смешной стендап, и мне правда классно, но я это никак не проявляю внешне. Вот так. Поэтому смех, юмор и попытки осознанного доминирования, это все работает. Ну и осанка, точнее положение тела. Вообще удивительно, мы можем влиять на уровень гормонов положением тела. Если вы ходите все время ссутулившись, смотрите вниз себе под ноги, идете как-то неуверенно и так далее, ваш организм считывает это как мы в опасности, или случилось что-то плохое. Значит, о каком серотонине вообще может идти речь? Если вы расправляете плечи, вы поднимаете подбородок, легкая полуулыбка на лице, вы идете уверенным шагом, что понимает ваш организм. У нас все в порядке, у нас все классно, а значит можно вырабатывать нужные гормоны. Вот и все. Это простой эксперимент с улыбкой. Заставьте себя механически улыбнуться, растяните лицо в той улыбке, в которой обычно, когда вы испытываете радость, как вы улыбаетесь. Нет объективных поводов сейчас, допустим, улыбаться, хотя я сижу перед вами, можете улыбнуться мне, я же вам улыбаюсь. Так вот, если вы растянете улыбку, ваш мозг фиксирует вот это положение мимических мышц как сигнал к тому, что мы испытываем радость, а значит можно выработать серотонин. Представляете? Вы вот так можете управлять своим телом, так делайте это. Это очень важно. Всегда прямая спина, всегда приподнятый подбородок, полуулыбка, и будет вам счастье. Это работает, просто попробуйте. И, конечно же, эндорфины, нам нужно о них поговорить. Эндорфины – это наше внутреннее успокоительное и обезболивающее средство. Снижение количества, снижение эндорфина приводит к ощущению страха, тревожности, мир ко мне недружелюбен и приводит к желанию избегать конфликтов. Вы скажете, Ксюш, так разве плохо избегать конфликтов? Да, иногда бывает плохо избегать конфликтов, потому что иногда вы не отстаиваете свои права, иногда вы наступаете на просто горло, даже своим витальным потребностям, просто потому что у вас нет сил бороться. Нет сил. Да, меня там лишили премии незаконно, зарплату у меня отняли, там заставили, я не могу, у меня нет сил. Надо бы пойти, там разобраться, значит, а ну я не могу, я не могу. И так у многих. У женщин, например, замечали, когда они развелись, там, или находятся в состоянии развода, и всем говорят, да, подай на алименты, да, да отсуди ты у него, да ты же имеешь право, ты же там ему всю жизнь посвятила, у вас дети, она говорит, я не могу, я не могу, пускай он забирает все, что хочет, я просто не могу. Она не, там, какая-то, знаете, бестолковая и глупенькая, нет, у нее количество эндорфинов настолько снижено, ну, плюс там еще, конечно, будут проблемы, я уверена. Но, тем не менее, эндорфины играют важную роль. Когда мы стремимся избегать конфликтов, это не всегда хорошо для нас с вами, для нашей жизни. Итак, есть два способа привести баланс эндорфинов в норму. И первый способ, это работа со страхом, перебояться чего-то. И второй способ, это, ну, давайте так, перестрадать, прорыдаться. Первый момент, когда мы осознанно идем в свой какой-то страх. У всех он свой. Ну, например, человек решается прыгнуть с парашютом. Он, значит, летит в этом самолетике, не знаю, с инструктором, без, неважно. В момент прыжка у него депонируется огромное количество эндорфина. Огромное количество. И только когда он приземляется, и организм понимает, я на твердой почве, все, мы не разбились в лепешечку, мы живы, вот это адское количество эндорфинов выплескивается через страх. И человек становится просто эндорфиновым наркоманом, потому что это настолько кайфовое ощущение, ты летаешь, ты паришь, что человек ищет потом этот страх. Можно посмотреть ужастик, например, это тоже работает. Можно напугаться, не знаю, там в комнате страха, можно еще что-то. Ну, понятно, что все эти способы должны быть для вас безопасны и экологичны. Кто-то очень любит квест-румы всякие, да, с актерами, где там их пугают. У меня был такой опыт, я перепугалась настолько, что я сказала, я туда больше не пойду. То есть эта история не для меня, например. Обычно, когда я переживаю такой сильный страх, я потом, нет, я туда больше никогда не пойду. Но при этом артисты, артисты, они же все, они, мы все за кулисами, трясемся от страха. Все вот это вот, на нервиках. Ну, казалось бы, но вот эта нервозность, это же неприятное ощущение, ты зачем туда идешь? А затем, что мы все тоже потели на вот эти ощущения, потому что, когда ты выходишь, когда ты уже разыгрался, или когда ты получаешь аплодисменты от зрителя, это такой кайф, от которого отказаться просто невозможно. И хочется только увеличивать дозу. Понимаете? То есть можно перебояться, да, через страх, либо прорыветься, прорыдаться. Замечали, что, слушайте, и вроде там, не знаю, парень бросил, и все хреново. Зачем мы смотрим дневник Бриджит Джонс? Чтобы порыдать с ней, когда ей плохо, да? Я вчера писала вот этот конспект для того, чтобы снять это видео под фильм Кит. Я рыдала в голосину, я просто вот так вот вся, я настолько вчера перестрадала, и все, фильм закончился, я еще где-то 10 минут приходила в себя, а потом чувствую, мне так легко, мне так хорошо, потому что это помогает. Слезы, они как бы очищают. Нужно иметь возможность в своей жизни поплакать. Иногда это фильмы, иногда это какой-то там, не знаю, откровенный разговор с подружкой или с мамой, которая гладит тебя по голове и жалеет. Нам всем это бывает нужно. Психолог, то же самое. Но когда вы приходите к психологу и так решаете для себя, так я рыдать не буду, я серьезный человек, мы пришли сюда решать проблему. Да нет же, это твое время, порыдай хотя бы здесь, да выпусти ты это. И действительно становится легче, правда, становится легче. И это не какая-то магия, не волшебство эмоциональной поддержки, да нет, это элементарно, ваша физиология. Ваш организм так работает. Конечно, страдать, плакать, ныть, жаловаться гораздо легче, чем идти в свои страхи. Поэтому, если ваш обычный способ приведения эндорфинов в баланс это рыдание, попробуйте другой способ, попробуйте пойти в страх. А если вы, например, я не знаю, гонщица на мотоциклах и так далее, вы все время в этом полуадреналиновом состоянии находитесь, попробуйте по-другому, попробуйте действительно посмотреть Белый Бим, Черное Ухо или Титаник, вот эту сцену, когда мать уже по колено в воде, детей в каюте укладывает спать. Вот меня в этом моменте прорывает вообще или фильм Милые Кости, нет, это не смотрите, это не надо, это жестко, Мальчик в полосатой пижаме, короче, фильмов полно, но просто попробуйте изменить способ сбалансирования эндорфинов. Можно составить список страхов и безопасных способов реализации этих страхов, да, как можно перебояться. Ну, например, я безумно боюсь собак, вообще, в принципе, любых, но у друзей, у которых есть собака, я знаю, что собака для меня безопасна, и поиграть с этой собакой для меня бешеное удовольствие. Я получаю такой заряд, ну, во-первых, собаке, это же вообще волшебство, да, но тут я понимаю, что я в безопасности, собака не причинит мне вреда, и я ей тоже, разумеется, и я таким образом балансирую количество эндорфинов. Разумеется, гормональная система очень сложная система в нашем организме, но есть правда легкие шаги, простые, которые вы можете выполнять для того, чтобы поддерживать свое эмоциональное состояние. Ресурсное состояние это достижение, ресурсное состояние это классное отношение, которое вы можете строить, это дружба, это спорт, это что-то интересное в вашей жизни, поэтому в ваших же интересах ресурсное состояние поддерживать. Спасибо большое за просмотр, если это видео было вам полезным, дайте мне знать об этом в комментариях, пожалуйста, напишите, какие вы используете методы для того, чтобы поддерживать свое хорошее, классное эмоциональное состояние. Я очень сильно вас всех люблю, спасибо, что вы были со мной и пока!